Итак, наши занятия будут проходить с помощью средства Packet Tracer, Cisco Packet Tracer. Для его использования нужно быть студентом или преподавателем Cisco Network Academy. Но недавно в связи с развитием других средств Cisco появилась лазейка. Они предлагают один бесплатный курс, пройдя который можно стать членом Network Academy и, соответственно, скачать и использовать Packet Tracer. При работе Packet Tracer теперь обязательно вводить логин в Network Academy. На сайт Network Academy приходим, ссылка у вас дается в лабораторной работе, About Us выбираем, и в самом низу выбираем Packet Tracer. Packet Tracer Applications, и вот мы переходим к странице загрузки Packet Tracer. Для загрузки нам нужно зарегистрироваться в Network Academy. Вот такая страница, где нужно имя, фамилию, почту набить и верификацию. Вам на почту пришлют код подтверждения. Соответственно, я этот код уже получил. Сейчас я введу этот код здесь вот. Вот такой вот логин у меня. Залогинился. И вот списки курсов. Это один единственный курс, который можно пройти. Выбираю этот курс. После этого можно пройти курс, который состоит из нескольких частей. И напрямую скачать сам Packet Tracer. Вот у нас есть несколько вариантов Packet Tracer. Для Windows, для Unix и Packet Tracer для iPhone и для Android. Теперь мы скачали и установили Packet Tracer. Или в дисплейных классах у вас уже установлен Packet Tracer. Мы его запускаем. И вот он. Или у нас предлагает работать под гестом. Тогда у вас постоянно при запуске будет такая табличка запускаться. И определенное время вам придется ждать. Или вам нужно ввести логин и пароль. Вот у вас запустился Packet Tracer. Соответственно, он будет постоянно так запускаться. Я сделаю небольшие настройки. Для того, чтобы в дальнейшем было удобно делать скринкасты. А именно, размер. И шрифт установлен в 14-м. Чиголь. Вот так вот. И чтобы на скринкасте было лучше видно. Соответственно, если вы прошли бесплатный курс Cisco, то вы увидели, какие элементы содержит Packet Tracer. Эти элементы будут использоваться при создании лабораторных работ. И вы их опишите в первой лабораторной работе. И вы их опишите в первой лабораторной работе.